Сегодня с 8 часов утра и в течение всего дня под стенами Екатеринбургского мясокомбината на улице Китова работники комбината количеством около пяти сотен проводили митинг протеста против попытки бывшего гендиректора ЕМК Владимира Гусева захватить власть на комбинате. А началась эта история с возвращением Гусевой и попыткой захвата предприятия еще в пятницу, в половине десятого вечера. Сомнений в том, что за пятничным кипишем стоит именно Владимир Гусев, у нового руководства нет. Это я связываю с прежним руководством. То есть, так скажем, значит, Владимир Валерьевич не все в порядке с документацией. И этим сейчас занимается суд, следователь. Поэтому я ничего комментировать здесь не буду, значит, но нарушений очень много. И чтобы, как сказать, может быть, не доводить до состояния, когда уже будут судить, возможно, хотят сделать преждевременный заход на комбинат. И этим самым решить все проблемы. По было пятничной заварушки, вылившийся в сегодняшний многочасовой митинг трудящихся такова. В пятницу вечером к стенам комбината на газели приехали судебные приставы. И привезли с собой решение областного арбитражного суда, по которому они должны наложить арест на имущество мяса комбината на 20 миллионов рублей. Эту сумму комбинат задолжал некая ему шадринскому колхозу «Красная звезда», что в Курганской области. А основанием для судебного иска послужил некий загадочный вексель, который бывший гендиректор Гусев выдал Курганскому колхозу еще в апреле 2001 года. Что это за вексель, не совсем понятно. Но областной арбитраж счел этот вексель веской, настоящей бумагой на 20 миллионов денег и постановил, что мясокомбинат должен вернуть эти деньги колхозу со свиноводческим уклоном. У нового руководства комбината сейчас возникают большие сомнения в подлинности векселя. Во-первых, этот вексель никак не фигурирует в бухгалтерских отчетах ЕМК. И во-вторых, председатель колхоза «Красная звезда» Михаил Ефремов даже не знает о существовании этого векселя. В общем, вексель действительно мутноватый. Но факт в том, что судью он вполне удовлетворил, и уже через несколько часов после вынесения судебного решения бригада судебных приставов приехала на мясокомбинат и попыталась проникнуть в недра. Но случилось героическое. Работники вечерней смены грудью встали на защиту родного предприятия и не пустили подозрительных приставов на комбинат. А приставы действительно вели себя странно. Не представились, документы не показали, тихо постояли по дверью и уехали. Сегодня в течение всего дня на комбинате ожидали второго визита приставов. Несколько сотен рабочих встали толпой возле проходной и были готовы оказать сопротивление судебным приставам, за которыми стоит, как предполагается прежний директор Гусев. Видимо, не любит простой пролетариат бывшего директора. По счастью, ни в пятницу, ни сегодня, во всяком случае на момент монтажа этого сюжета, никаких силовых конфликтов не приключилось. За происходящим кипишем в пятницу вечером наблюдали солидные силы ГУР УВД и частного охранного предприятия «Легион». Ничего не произошло. Поступила информация о том, что судебный пристав будет выполнять решение судебной групповой нарушения общественной операции. А где-то в детстве? В детстве находится вон в Красной Газели. Единственное более-менее энергичное шоу устроила в пятницу вечером леди Инред, бывший председатель правкома мясокомбината Галина Печенкина. Вот раньше люди работали. Директор Гусев, заместитель Салов, профбосс Печенкина. Нормально для мясокомбината. Буквально в пятницу днем народ ее на профсоюзной конференции снял с должности, и она с горя стала орать в защиту Гусева. Кричала долго и много, вот некоторые выдержки. Что я говорю? Что я набрала? Скажите, 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 я вас не трогаю. Это вы меня трогаете руками. Скажите, что я набрала? Я не квартира, не зарплату, ничего я не получала. Вы это сажите. Я зарплату приезжаю? Определенную зарплату. Не надо, не надо. И в коттедже у Гусева не отдыхали, да? Не отдыхала, не отдыхала. Подождите, сейчас кто пришел? Они тоже люди не бедные, не надо. И вы помогали Гусеву воровать акции у трудового коллектива. Конечно. Я это не считаю. Заставляли подписывать и не передать. Вы, сначала, я не считаю этого.